Всем привет! С вами Александр Добромиль и сегодня поговорим о том, почему не растет вес, почему не растет мышечная масса. Как вы уже знаете, да, есть три основные базовые вещи, три кита, на которых строится весь бодибилдинг. Это питание, тренинг и восстановление. Ну, действительно, да, если что-то не получается, то причину нужно выискать где-то в одном из этих трех факторов. Если говорить о тренировочном процессе, то я бы в первую очередь анализировал тренировочный процесс. Очень часто люди тренируются неправильно. Есть два основополагающих момента, да, в правильном тренинге. Это правильная техника выполнения упражнений, которая подразумевает то, что вы должны максимально хорошо чувствовать целевую мышцу и достаточное время для восстановления этой мышцы. Если говорить о правильной технике, вот я в зале уже давно работаю и по залу ходишь, знаете, честно говоря, ну, как минимум, наверное, восемь человек из десяти занимаются всякой фигнёй. Они выполняют упражнения неправильные. Ты смотришь на всё это, это или присед с огромным, с огромным каким-то весом, там, вот в такой вот амплитуде, да, там даже не полуприсед, а непонятно что, на штангу навишена куча всякой фигни. Ну, не фигни, в смысле, а веса. Либо выполняются упражнения какие-то изолирующие там на предплечье, человек выполняет по несколько упражнений на предплечье, либо, ну, в общем, занимается и совсем не тем, чем нужно, да. То есть, сама тренировочная программа может быть построена неправильно. И техника выполнения упражнений, даже в тех, которые не совершают, она оставляет желать лучше. Вот я просто смотрю на человека и думаю, да, вот если я буду вот так вот выполнять упражнения, каким образом вообще в такой, в технике, в такой амплитуде можно почувствовать целевую мышцу. А цель нашего, скажем так, упражнения, это именно почувствовать целевую мышцу, даже если это базовое упражнение, да, какое-то многосуставное, неважно. И очень часто бывает так, что человек упражнение выполняет, а мышцу достаточно не нагружает, да. Типичный стандартный пример – жим лёжа. Кто там только как не жмёт, да. Таз оторвал чуть ли не до потолка, пустая опускает штангу ниже груди, локти приводит. Но каким образом у вас в таком жиме будет полноценно работать грудь? Если вы хотите проработать грудь, то штангу нужно опускать на середину груди, локти расставлять в стороны, это довольно травмоопасное упражнение, поэтому там с весами с рабочими без фанатизма. Но, в принципе, тот вес, который, по крайней мере, новички поднимают, да, и способны поднять при правильной технике, вряд ли он там что-то травмирует. Но, тем не менее, правильно практически никто не жмёт, да, они выполняют джим, но что там работает? Вот задаёшь вопрос человеку, что у тебя работает в джиме? У меня работает грудь. Да нифига у тебя там грудь не работает. Она, да, у тебя работает, ну, настолько же, наверное, сколько работают игры при том, что ты упираешься в пол. То же касается всех остальных упражнений. То есть, люди очень часто, когда тренируются, выполняют упражнения на конкретную мышечную группу, они эту группу не чувствуют. Второй момент, да, я вот недавно записывал ролик, лучшая программа для набора массы называется. Кто не видел, на канале посмотрите, оно где-то там недалеко ниже. Восстановление конкретной мышечной группы. Почему-то кто-то решил, что мы обязательно должны тренировать целевую мышцу, да, один раз в неделю. И всё, ни влево, ни вправо, никуда. Очень часто получается такая, возникает такая ситуация, когда мышцы за одну неделю восстановиться не могут. И требуется большее время для их восстановления. Это тоже зависит от разных факторов там. И от того, какая у вас работа, да, как вы хорошо восстанавливаетесь. Один там студент, грубо говоря, он до обеда поучился, да, потом только жрёт, тренируется и спит, больше ничего не делает. Другое дело, да, если у вас ещё какая-то там дополнительная физическая нагрузка есть, возраст, пол там и так далее. Очень часто, когда делаешь перерыв между тренировкой конкретной мышечной группой больше, начинается прогресс. То есть, тренировочный процесс, это первое, с чего нужно анализировать то, почему у вас нет результата. Не важно, кто вы по строению тела, октоморф, там, мезоморф, там и т.д. и т.п. Мы все примерно одинаковые. Да не примерно одинаковые, мы все одинаковые люди, да. У нас, скажем так, рост мышц происходит по одним и тем же принципам, по одним и тем же правилам. Базару нет, у кого-то генетика лучше, у кого-то генетика хуже, кому-то стать большим проще, да, кому-то сложнее. Но, тем не менее, мы все способны, скажем так, расти. Если там конкретный октоморф говорит мне о том, что мне нереально набрать мышечную массу, да всё реально. Просто нужно, скажем так, тип тренинга подобрать под тебя, в зависимости от того, как ты вообще живешь, да, какая у тебя сейчас мышечная масса, как ты раньше тренировался, скорректировать просто программу тренировок под тебя. Один октоморф будет восстанавливаться, там, условно, неделю, второй октоморф будет восстанавливаться, там, условно, две недели. Но прогрессировать может каждый. И, по сути, вот это вот генетического предела, да, о которых многие говорят, там, потренировался год, достиг определенного уровня, всё, там, плата, вес встал, всё, у меня наступил генетический предел, я дальше не могу прогрессировать. Да фигня это всё. Прогрессировать вообще, по сути, можно постоянно. Организм такая машина, которая приспосабливается ко всем внешним условиям, и от того, как вы будете, насколько правильно вы будете тренироваться, и насколько верные условия вы предоставите, скажем так, своему организму для дальнейшего прогресса, так он и отзовётся на эту нагрузку. Следующий момент – это питание. Это, вообще, как сказать, такой момент, я когда начинаю считать, сколько человек ест, да, который мне говорит о том, что у него масса не растёт, или что-то ещё, я имею в виду в зале, да, когда я работаю, получается так, что он не ест вообще практически ничего. Строение новых мышечных клеток, мышечных ядер, да, вот эти ядер клетки – это очень энергозатратный процесс, который должен обеспечиваться, скажем так, основными нутриентами, да, там, белками, жирами, углеводами. Но если брать энергетическую составляющую, то это углеводы, да, в основном. Мы не растения, у нас это происходит не за счёт фотосинтеза, да, мы питаемся, скажем так, тем, что нам даёт природа. Из этого получаем энергию, обеспечиваем все эти энергетические, все эти метаболические процессы этой энергией. Если энергетического обеспечения этих процессов недостаточно, значит, вы не будете прогрессировать, кто бы там вам чего не говорил. Я ещё не знаю ни одного человека за всю свою жизнь не встретил, который там ест один белок, да, с огурцами, грубо говоря, и не даёт организму достаточной калорийности, и при этом хоть как-то прогрессирует хотя бы в чём-то. Это, на мой взгляд, ну, как сказать, немножко неправильно, да. То есть весь энергетический процесс, вот этот весь этот метаболический процесс, он должен быть обеспечен энергетически. И рацион, ваш рацион питания, это второе, что вы должны разобрать. Вы должны постоянно экспериментировать. Если у вас где-то что-то не прёт, где-то что-то не растёт, то нужно экспериментировать либо с тренировками, либо с питанием. Экспериментировать. Не экспериментирует практически никто. В основном, да, люди начинают заниматься, месяц, два, три, полгода проходят, они не прогрессируют, и они продолжают заниматься примерно в том же ключе, по той же программе тренировок, питаться примерно так же. Зачем? Попробуйте увеличить калорийность, попробуйте увеличить количество отдыха между конкретной мышечной группой, попробуйте заменить упражнения, попробуйте изменить технику, пробуйте более качественно чувствовать целевую мышцу в упражнении. Постоянно пробуйте и экспериментируйте. Для того, чтобы мне ответить на вопрос, почему ты конкретно не растёшь, мне нужно посмотреть, как ты тренируешься, причём посмотреть не только на программу тренировок, посмотреть на то, как происходит этот процесс у тебя, как ты выполняешь упражнения, что ты ешь, всё это досконально разобрать, только после этого я смогу ответить на вопрос, почему ты не прогрессируешь. И то я, может быть, не смогу на него ответить, да? Мы опять же попробуем там либо изменить что-то в программе тренировок, либо изменить что-то в питании. Бодибилдинг, рост мышц – Это постоянные эксперименты. Если вы месяц-два потренировались, и у вас стопор, может быть, вы еще и начнете расти. Но если вы занимаетесь какой-то длительный период, и с вами ничего не происходит, однозначно нужно что-то менять. Ну и последний фактор – это восстановление. Я думаю, без меня вам понятно, что нужно спать достаточно. Хотя бы 7, желательно 8 часов в день. Понятно, у всех у нас свои проблемы, семьи, дети и так далее. Но, к сожалению, при недостаточном восстановлении, я не говорю, что вообще прогресса не будет. Прогресс он будет, но не такой значительный, каким бы он мог быть, если вы будете восстанавливаться более полноценно. Поэтому эксперименты, эксперименты, эксперименты. Пробуйте, меняйте, заменяйте упражнения, переходите на другие программы, увеличивайте время отдыха между конкретной мышечной группой, меняйте свое питание, увеличивайте или, там, если вы худеете, например, понижайте калорийность и так далее. Ну, вот, собственно, и все. Я надеюсь, что на правильный путь вас наставил и те мысли, скажем так, которые у меня в голове были по этому вопросу, я высказал. Если понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Александр Добромиль. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok